Ииии всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новый игровой видеоролик и как вы и просили давным уже давно, чтобы я пообозревал интересную пушку Гром. Данный видос появляется у нас наконец-таки с этой интересной замечательной пушкой. Я честно говоря уже прямо сейчас скатал пару боев на данном вооружении, на хорнато Громе с Кувалдой. И именно это вооружение хотели вы меня, просили вообще меня протестировать. Извините, что я тут немножко запинаюсь. Поэтому сегодня делаем обзор на данное интересное вооружение. Я надеюсь на вашу как всегда поддержечку. Если набирается на данном видеоролике 150 лайков, выходит следующая интересная часть наших любимейших игровых видеороликов. Ну и также не забывайте в комментариях под данный видеоролик писать ваши интересные вооружения, сочетания, которые вы бы хотели видеть в следующем видосе. Скатав пару каток на данном интересном вооружении, я как минимум попытался немножечко размяться. Посмотрел вообще, как оно себя ведет сейчас в бою. И уже на данный период времени, сейчас скатав, наверное, вот еще две каточки, мы полностью сделаем обзор данного интересного вооружения. Уже для себя я отметил какие-то определенные плюсы и минусы данного вооружения. Если вы знаете, то данное устройство, а именно Кувалду, апнули на последней перебалансировке, которая была, если я не ошибаюсь, около двух недель назад. И если же раньше Гром, ну уже потихонечку уходил на нет и не был так актуален за счет того, что его механика изменилась, но до сих пор на данной пушке продолжали играть игроки и резисты постоянно брали, но по сути эта пушка уже не так жестко нагибала, то сейчас же Кувалду обратно неплохо так апнули, я уже это дело заметил и могу сказать, что на данном устройстве реально можно играть, можно конкурировать даже с Вулканом, но для этого нужно использовать определенную технику игры. Не все так просто, не все так приятно в определенных моментах, но что меня больше всего порадовало и поразило, это насколько жесткий все-таки сплэш урон до сих пор имеется у данной пушки. Как и у страйкера, он не пофикшен абсолютно никак, вот как вы знаете, у арты, у Магнума данный сплэш урон пофиксили, и сейчас, то есть если вы даете по одному танку и рядом ближе стоящий танк уже как минимум получает в два, то и в три раза меньше урона из-за того, что сплэш реально жестко пофикшен. Что касаемо грома, если два танка стоят рядом, то практически такой же урон проходит по второму танку, так же это работает и со страйкером. Это нереальнейший плюс для данного, вообще для данной пушки, для того, чтобы как можно эффективнее ее использовать, безусловно же. Ну а что касаемо минусов, я конечно же столкнулся с нереальнейшей долгой полетом вот этих вот громов, если же раньше мне, ну не так жестко бросалось это в глаза, да, и даже если сейчас, если я не ошибаюсь, на пару-тройку метров, может даже пятерку, да, скорость увеличена, попробуем сейчас, кстати, поймать голд, мне голд надо поймать, давайте попытаемся, может быть у меня получится, если получится, будет вообще великолепно, если не получится, будет, конечно, немножечко плохо, а бомба, ладно, ну пойду, короче. Если же раньше меня вообще он не устраивал гром с этим полетом, то сейчас этот полет более-менее нормальный самого снаряда грома, но в общем и целом все равно он не настолько быстрый, и на больших картах не так привычно и не так удобно с ним играть. Ну и конечно же, что меня еще больше всего поразило, это то, насколько большое количество резистов все-таки до сих пор имеется от данной пушки, как по мне, уже давным-давно я лично сам не беру резисты от данной пушки, потому что я считаю, что она не находится в таком шикарном, интересном и жестком балансе, да еще и чтобы при этом всем раскладе данная пушка в матчмейкинге была в большом количестве, я этого тоже не вижу, но, как вы видите, игроки ничего для себя не изменили, и спустя даже два месяца, может даже больше, как нерфили грома, резисты от него все равно в большом количестве в матчмейкинге имеются. Раньше, если это было, конечно, там резистов 6-7, то сейчас стабильно так 4-5 резов от данной пушки все же в боях имеется. Я не знаю, честно говоря, зачем настолько много, но, наверное, не мне решать, кому какой резист брать. Пушка, как по мне, как я уже сказал, находится в хорошем балансе. Есть, конечно, свои нюансы также в том плане то, что мне может быть, либо же не только мне, не особо привычно играть на данной пушке, потому что здесь уже и со сбитием прицела происходят всякие дополнительные нюансы и проблемы, и зачастую бывает такой момент, что вы с овердрайвом пытаетесь нанести большое количество урона по противнику, и, к сожалению, вам там сбивают, еще что-то происходит, вы не реализуете правильно свой овер, и, соответственно, зарабатываете намного-намного меньше очков. Если же я бы, например, играл бы вместо грома какого-то на том же вулкане, да, и мне там пытались сбивать и все такое делать, то все равно бы я со своего овера очки бы зарабатывал в большом количестве без особых проблем. То есть гром можно, по сути, контрить. Что касаемо всего этого сплэша с отскоков и прочих вещей, на громе сейчас это работает максимально эффективно, максимально круто, и, как вы видите, вот сейчас в данном бою на первом месте играет, я так понимаю, арта, да, и он сначала играл на... даже на вулкане. Ну, в общем, не суть, гром тоже, вы видите, что довольно неплохо по очкам идет и далеко вообще не отстает. Что касаемо режимов, я, наверное, сделаю сегодня еще акцент на ТДМочку, скатаю один боечек именно в этом режиме, потому что для ЦП здесь и так все понятно, очень круто работает данная пушка здесь, я и до этого скатал магистраль, если они... Ой, не магистраль, как эта карта называется, или магистраль она называется? А, короче, здоровую карту в матчмейкинге сыграл, я забыл, как она называется, честно говоря, походу магистраль, там, где мост посередине, если что, меня поправьте в описании... О, в описании, в комментариях по данный видос. Там гром себя тоже показал, довольно-таки прикольно. Были моменты, когда противники стояли на одной точке в три танка и с плэшом забирать таких танков, если еще у вас овердрайв имеется, ну, максимально приятно. И я для себя на данный период времени точно могу сказать, что гром жив, и на этой пушке можно играть в матчмейкинге, как ни странно, хоть и большое количество игроков сейчас уже ее на постоянной основе не используют. Все используют вулканы наши любимые, какие-то еще гауссы, жиги и прочие, даже магнумы используют. Но вот, что касаемо грома, громов я в последнее время встречаю все меньше и меньше, да, если раньше эту пушку там использовало, может, там, 3-4 стабильно игрока в бою, то сейчас там, ну, хорошо, если там 2-3, даже 3 бывает редко, игрока используют данную пушку, хотя, по сути, у многих игроков она по дефолту стоит первой, да, то есть они ее и самые первые покупают, и сама механика данной пушки не является столь сложной, и, соответственно, играют в свое удовольствие. Я же для себя данную пушку на какой-то период времени просто забывал, но сейчас понимаю, что стоит к ней определенно вернуться и вспоминать, как можно забирать на этой пушке как можно больше очков. К слову, катку выиграли, 30-ка, 575 опыта, довольно неплохо набили. Ну, а теперь пикаем TDM-ку. Я буду вспоминать для себя эту пушку, больше на ней катать, потому что для меня немножко непривычно, как ни странно, механика. У меня, я так понял, крит или нет? Крит, да, я так понимаю? Нет, ну вот, танка не вижу, да. Давайте я быстро обновлюсь. Для меня немножко непривычно эта вся механика, и, соответственно, для того, чтобы я на данной пушке чувствовал себя намного комфортнее и удобнее, мне надо на ней чуть-чуть побольше поиграть. Возможно, даже на стримах, которые у нас, к слову, вечерами в 10 часов появляются, мы на ней тоже будем поигрывать. Ну и так вообще, в принципе, может быть, где-то она будет мелькать, и я на ней буду чуть больше играть. Отличную карту нам пикает. Если честно, я бы, наверное, если бы не записывал здесь видеоролик, попробовал бы поиграть на Гауссе, старом добром Гауссе на Трибьютике. Это очень эффективно работает на данной интересной карте, но, к сожалению или к счастью, мы данный боёчек сыграем на Хорна-Таграме, заодно и посмотрим, на что он вообще здесь способен. Пока что мне не дают здесь особо пространства на этой карте, но сейчас я думаю, что если с большого моста я пару-тройку танков здесь уберу, потом уже начну здесь кемперить, и начну зарабатывать тот самый большой здоровенный опыт. Этот Хоррельс, конечно, играет очень нагло и некрасиво, если честно, почему прицел я и не избил, я не понял. Давайте полностью углубимся в игру. Я уже первую катку там набазарил с Трикорова, постоянно говорил, 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 а сейчас уже, я думаю, что пора немножечко включиться и сыграть на свой максимум, и посмотреть вообще, что из этого получится, друзья. Конечно, здесь от БМа играть довольно просто, от большого именно этого самого нагибаторского моста, но и овердрайвы сейчас, я думаю, что быстро тоже пойдут в бой. Я надеюсь, только вот сейчас меня вот этот вот пулемет быстро не сожрет. Я сейчас быстро развернусь и попытаюсь его как можно быстрее добить. Хороший урон проходит Рельса, а, к сожалению, Рельса данная попадает. Я думал все же, что она не сможет здесь попасть, и, соответственно, будет мне немножечко проще дальше прожить. На этом, может, тут там двое, две хури Рельса, боже ты мой, две хури Рельса с двумя овердрайвами, это, конечно, гагашечка полная, но я вот надеюсь на то, что, в принципе, мне удастся их там оттуда слить, и там уже, нет, ну нет, ну как так долго овердрайв-то работает? Можно быстрее овердрайв, чтобы пропал у данного замечательного, интересного игрока? Падает, кстати, улову, голдик на центре. Голд, как я уже сказал, мне нужен для заданочки, поэтому давайте попробуем его поймать, если у меня получится его поймать, будет очень даже неплохо. Отлично, нет, не отлично. К сожалению, из-под голда меня убивает, поэтому голд до сих пор я сегодня, к сожалению, не взял. Ну ладно, ну ладно, не будем расстраиваться, я все-таки только-только, грубо говоря, зашел в нашу игру сегодня, поэтому ничего страшного нету, я думаю, что свой голдик я еще обязательно заберу, а вот катку мы уже начинаем проигрывать, и мне это, конечно же, не нравится. Надо пытаться ее вытягивать и зарабатывать как можно больше опыта. Пока что я набил всего лишь 125 опыта, 7 киллов для такой катки это очень и очень мало, я вам скажу сразу и честно, поэтому давайте стараться все-таки делать как можно больше киллов в данном интересном бою. Сплэш урон отлично великолепный, по двум танкам сразу же проходит, два танка сразу уходят на респ, а вот если бы я в этом моменте был бы на какой-нибудь арте, то, к сожалению, я бы не убил бы в этом моменте два танка 100%, а вот на данной пушке это работает просто великолепно. Поэтому давайте продолжать. Накидывать, накидывать, еще раз накидывать, к сожалению, ДДшка ушла на КД. Но вот сейчас я себе закреплюсь на этом мосту. К слову, не сплэш, а силу удара данного грома тоже, как по мне, стало чуточку поменьше. Либо эти хоррельщики играют на... Сейчас посмотрим. Да. Либо они играют на мышках, потому что сбить прицел довольно-таки тяжело все-таки стало. Я не знаю, с чем это связано. Но прицел не сбивается практически никак. Шапкин здесь разрядился. О, хорош, красавчик. Игибатор прожал мне овердруевик. А я, в свою очередь, буду реализовывать здесь овер. Или не буду. Боже. Убиваю одного. Убиваю сразу же. Пытаюсь хотя бы второго. Ну, боже, труп. Ну, вот зачем мне мешать? Вот зачем вот передо мной надо становиться вот и стоять в такой позиции, когда я пытаюсь накидывать урон по противнику. Для чего это делать? Я вот не понимаю этих игроков. Супер матчмейкинговодов. Так, хороший сплошь урон. Еще одного грома, к сожалению, туда я не попал, куда я хотел попасть. И мой овер, к сожалению, уже закончился. 50% я реализовал. 300 опыта. Довольно неплохо. 16 кило. Вот, конечно, маловато. Но по опыту выглядит все довольно-таки неплохо. Еще бы сейчас бы этого игрока бы добил. И вот этого добил бы. А, ладно. Хорошо. Не добил. Ну, да пофиг, на того мало. То пусть он стреляет не в спину. Я постараюсь добить вот этого игрока. А, ну ладно. Две минутки до конца. 320 опыта. Второго места 180. Неплохо в плане очков у меня здесь все получается. Ага, понял, принял. Обработал. Слагер меня нагнул с респа. Но главное, что мы кратко выигрываем. Это меня не может генерировать. Это меня не может генерировать. Где гол падает? Боже, гол падает. Вот там вот падает. Где все игроки сейчас и находятся. А если они находятся в одном месте, что я делаю? Конечно же, я стреляю, безусловно, именно в эту точку. Дабы слить их. Сплэш большим нагибаторским урончиком. И, соответственно, заработать. Боже, куда я стреляю? Заработать как можно больше опыта. Опять же, у меня пропадает. Но вы видите, насколько все-таки непривычно играть на этом игроме. И насколько много бывает даже выстрелов я промахиваюсь. Из-за того, что забыл, может быть, даже немножечко механику, управление и игру с этой пушкой. Привык я немножко к другим характеристикам. К другому полету снаряда. Поэтому отыгрыш, конечно, не супер великолепный. Но это мне не помешало занять здесь первое место. И в предыдущей катке заработать довольно большое количество опыта. А это свидетельствует о том, что гром довольно неплох. Довольно неплох. На нем можно играть. Да, вы скажете мне, что это хорек, это защитник. Именно поэтому у тебя все дело получается. Но, друзья, для таких видеороликов мне и нужно тестировать вооружение на максимально удобном корпусе. И на максимально удобном дроне. Дабы понимать, что можно вообще заработать на данной пушке в любом матчмейкинговом бою. Сегодня это у нас была ТДМ. И это была супер крутая цепешечка. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то не забывайте прожимать лайк. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok